150 это что это сейчас вот опять тут винт из изменяемого изменяемого шага до выхлопные газы вода правый левый бак потребление топлива давление в магистрале вот это мы от давления в карбюраторе как вы в зеленых секторах это напряжение этот напряжение ток вот это нас обороты они равны вот этим оборотам это у нас давление масло это температура масла вот принципе и все что тут у нас есть больше ничего тут есть вот это вот троллевка шага винта но регулируется вот так вот либо так это автоматом выставляет как а ты выставляешь постоянные обороты то есть вот я в космос пид выставил у нас максимально отклонено когда выставляю вот так то при превышение при превышении 4000 я area jazz воões да и меня его надо выставил вот и выставляют сейчас вот у нас он максимально на максимальных под калони он вот этот максимал нас они он это будет минимальный а то нём под так trucks а мы ставим сейчас на минимальный выставляем облегчаешь короче. Северо-танго предварительный. Северо-танго руливаете полоса 50. Полоса 50. Ты с убранными закрылками рулишь, да? Это не закрылки. Вот закрылки, да, с убранными закрылками. Вот это вот у нас Тауин, это этот, как называется, планер бросать. А, то есть он нам не нужен вообще. Да, вот у нас закрылки, вот эти вот. Значит рулевое колесо здесь переднее подруливается. Можешь попробовать порулить. Вот, то есть рулить. А, очень легко у тебя сильно. Морава так не рулится. Это же легкий самолет. Ну, Мораве тоже там связано, но очень она такая медленная. И если от себя дальше вот так вот, то это будет притормаживаться. Вот как бы носочки от себя когда-то. Просто на педали носочки? А, подожди, а, вот все, я педали поставил. Все, понял я. Так. Ну, ты рули. Значит, триммер вот у нас, вот это вот триммер. Кнопочка переговоров на курок. Курок, да? Ну, это для этого выхода в эфир. Все, больше ничего нет у нас такого военного. Радиостанция, это этот самый, да? Вот это радиостанция, вот это у нас автопилот, панель автопилота. Вот это саунд панель, так называемая. Саунд панель. Сиротанго исполнительный. А, ответчик у тебя уже здесь? Сиротанго, разрешили исполнительный. А, разрешили исполнительный. Ответчик я сейчас выключил. Да, он у меня выключил. Эксидер, видишь? Вот он. Да. Я выключил, чтобы не создавать помеху этим. Но он у тебя здесь, в гармине, да? Да, внутри. А это? Это скорость. Ага. Это высота дублирующего. Ну, вот это вот дублирующего высота. Это вертикальная скорость. Вот от себя, да? Вот так. Ну, вот как бы взлеток был. По скоростям что-то расскажи мне. Так, ну, вроде бы все. Ну, да. Сиротанго взлет, зона, первая зона, если можно. Сиротанго взлет, разрешаю, первая зона до 900. Взлет разрешили, первая зона до 900. Это мы просто отойдем туда, чтобы чуть-чуть по дороге, я бы автопилот показал, вот такой. Все, можно взлетать вперед. Ты мне сразу что-то? Да, можно что-то. Ничего сложного нет. А, давай окна закрою. Я как-то... Давай, давай. Теперь вот на себя чуть-чуть вот так вот. Ну, вот маленький самолет, он, он, его нужно как бы колесо облегчить. Вот. И дальше ручечку чуть-чуть от себя, вот, чтобы он... Поднабрал скорость? Поднабрал, да. Ну, как бы наехал на вот эту набегающую волну. Как я об этом сказал. Вот 125, у нас 126, 130. Пошли вверх чуть-чуть. Чуть-чуть вверх, вот так вот. Закрылки. Ну, чтобы 130. На 50 метров убираем закрылки. Это в метрах? Да, это в метрах. Можем сейчас уже, в принципе, убрать, по большому счету. Ну, я убираю на 50 метрах. И все, 130, 140 идем до 100 метров. На 100 метрах будем до 200, наверное, дойдем. Вот так вот, чтобы было комфортно. Что она спросила? Кошин, террейн, ахэд. Кошин, за внимание. Террейн это препятствие, как бы, впереди препятствие. Оно имеется в виду, что здесь вот этот участ достаточно низко, мы летим, и оно воспринимается как препятствие, потому что это как бы не аэродром. У него нету аэродрома здесь в памяти Коротича. Коротича нету, а почему? Ну, потому что Гармин, как бы, не внес Коротича. Не знаю почему, но, короче, не внес. Вот, подходим к 200 метрам. Вот, на 200 метров можно убрать чуть-чуть руд. Убираем, ну, я не чуть-чуть убираю, я убираю 4, где-то 900. Почему 4, 900? Потому что, чтобы у нас выглобные газы не поднимались выше 850. Вот он у меня сейчас 245, вот этот, это, как бы, нормально, выше, как бы, не нужно. Потом будем разгоняться. И теперь на 200 метрах идем по кругу. Выключаю ленинлайт, выключаю дополнительную помпу и контролирую давление в турбопроводе. Это уже без насоса этого, как бы, да? Да, он, как бы, с одним насосом, вот с этим летит. У нас два насоса здесь стоит, и он сейчас летит с одним насосом, да. Давно уже, на каких самолетах не летал, честно говоря. Ну, он летит очень легко. Да? Такой. Сегодня еще погода такая, соответствует. Сейчас к углам привыкну. На Мораве очень сильно нос скошен. Двигатели стоят сзади. И там долго непривычно вот этот капот уходящий, пока привыкнешь к этому углу. Подносит чуть-чуть. Сиротанга на третьем. Разрешите выход первую с набором. Сиротанга, выход первую с набором разрешает. Разрешили выход первую с набором. Набираем где-то, идем 130-140 в наборе. Нам просто Саша надо будет ему уезжать еще куда-то, к 2 часам. А мы сейчас быстро, сейчас мы чуть-чуть наберем, и дальше я покажу тут, как бы, прелести автопилота, там такой вот. 300 метров хватит нам? Да, можно 300, можно, да. Лучше, ну, можно 300, туда. Чуть-чуть отойдем, в сторону, как бы. От круга, может кто-то будет на кругу улетать. Комфортно достаточно. А, сиденька хорошо, да? Тут же скоростное какое, правда? Вообще. Это, кстати, первое тут было условие, почему я выбрал этот самолет. Что у меня ноги помещаются. Ноги регулируются, вот это хорошо. Валера себе в 52-й, когда выбирал, вот этот вот, он знаешь, чем хорош, у него регулируется высота кресла. А в обычной 52-й, который современный, он не помещается, он себе тоже брал. Ну, а Морала тут уже, конечно, тут, с Моралой совсем хорошо. 400, наберем. А, давай. Ну, мы недолго, мы быстро сейчас. Автопилот Морал есть, нет? Да, он стоит, и причем сейчас двухосевой стоит. А-а. Поставили сами, да? Ну, да, переставили. Там машинку, пришлось убирать старую машинку. Ну, поставили, нормально, хорошо все работает, облетали уже. Был одна осевой, причем старенький такой, но он тоже рулил, неплохо. В Крым летали, на нем нормально. А-а. Ну, вот у нас, допустим, есть какое-то сложное положение, к примеру. Вот, можно бросать штурвал и синюю точку, синюю кнопочку, жмите. Вот, отлично. Он, это называется левелин, приведение к горизонту. Ну, вот дальше мы уже летим, сейчас левелин переставлю. Дальше мы уже летим в горизонте. Как бы, куда-то летим просто в горизонте. То есть, допустим... Сам он пошел его тяжелить, да, сейчас? Это я сам, это я затяжелил. Нет, а он сейчас уже тяжелит его? Он уже, да, он уже развернулся. Потому что у нас 4700 же стоят обороты, да? Да, да, да. Ну, они же уменьшились, потому что... Теперь можем как бы добавить, но пусть пока так будет. Значит, это как бы первое. Теперь второе. Мы хотим лететь по хейдингу. Нажимаем хейдинг. Вот, поставили хейдинг. И летим по хейдингу. Дальше мы как бы поворачиваем хейдинг. Ну, это обычный, как бы обычный автопилот. И он отрабатывает за ним, да? И он отрабатывает, да. Теперь дальше. Короче, ты хочешь стать... Становишься потихоньку водителем самолета, да? Ну, я... Это называется... А как это сказать? Нет, это ты молодец. Оперативный... Оперативный, да, менеджер. Да, как это... Это очень правильно. Нет, Стас, это шутка, если вы поверите. Теперь дальше. Мы хотим, допустим, подняться до какой-то высоты. Допустим, 1600 футов, допустим. Да. Ну, 1650, наберем. 1650 футов. 1700. 1700 футов стоит. Хорошо. Значит, что мы делаем? Мы задаем ВС. Вот у нас ВС. Вертикальную скорость. Вертикальную скорость, да. И дальше мы ставим здесь... Сейчас, две секундочки. У нас будет так. Вертикальная скорость. Вот, допустим, у нас будет 150, Вертикальная скорость. И вот мы пошли с набором. Он будет держать именно 150. Как только 150 дойдет, он нос будет опускать. Вот. А он будет смотреть, чтобы у нас скорость не падала меньше? Сейчас, секунду, вот. Вот так вот. Да, он должен смотреть, у нас вот 140 вот так вот поставили. Вот так вот. То есть он закричит, если будет скорость меньше? Он не закричит. Он будет все время держать эту скорость. А если меньше скорость будет, вдруг, к примеру, там, мы рут убрали, тогда он даст сигнал нам, что... Определить, что тебе важнее, да? Вот сейчас мы должны идти с вот этой скоростью, с 141. Мы поставили. Вот. С 141 мы идем в наборе. Вот так. А Северо-танга первый занял 500 заданий. Северо-танга выполняет задание первое. Выполняем. Вот. Теперь это как бы подъем, спуск, так называется, как это, вертикальная навигация. Да. То есть у нас есть корридентальная навигация и есть вертикальная навигация. Здесь есть вор и есть ALS еще заход. То есть можно заходить как бы по приборам. Вот. Теперь назад. Сейчас. Все, полетели назад уже тут. Вот такая. Вот сейчас мы поставили курс как бы назад и летим назад. Вот это очень удобная вещь, потому что когда далеко летишь, хочется отдохнуть, допустим, сел. Это 100%. А вы это уже оценили. Вот сигнал идет. Минимальный спид. Вот. Все, он дошел до 1700 и будет тебе 1700 держать футов. Но двигатель он не лезет у тебя, как бы, он не может им управлять. Двигатель нет. То есть он просто сейчас начнет горизонтально держать, гнать скорость, да? Да, да, да. Все, я выключил. Все, можно дальше продолжать. Дальше здесь еще есть интересные такие вещи, как там, вот можно включать музыку, там слушать. Ну, да, если у тебя там эта панель музыкальная. Да, потом телефон можно принимать, разговаривать. Вот это очень удобно, кстати, телефон. Очень удобно, да. Потому что часто мучаемся. Валера пытался как-то там, но у нас что-то не получилось именно с телефоном. А он блютузом именно коннектится? Вот это рут. Да. Да, по блютузу. А, мы крайний раз музыка с телефона тоже ушла. Удобно было. Ну, можно вираж делать, там попробовать, все, что удобно. О. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok